Баттлшип Балтимор – американский крейсер седьмого уровня. Имеет приемлемое бронирование и достаточное количество очков боеспособности, чтобы держать удар. Обладает мощными орудиями главного калибра, с хорошими параметрами скорострельности, наведения, урона и бронепробиваемости. По моему мнению, это самый мощный крейсер на седьмом уровне, но не во всех смыслах. Балтимор при сражении один на один в большинстве случаев уничтожит вражеский крейсер. Да, все зависит от рук на штурвале, но все же, если брать объективно, данный крейсер превосходит своих собратьев в боевой мощи главного калибра. Большой минус – это отсутствие торпед. Так что внезапное появление линкора и Балтимору остается надеяться только на свои орудия главного калибра. Это в том случае, если вашему прицелу доступны борты соперника. А если линкор идет на вас носом, то шансов выжить практически нет. А вот эсминцы и крейсера – это лакомный кусочек для Балтимора. Причем, первые особенно боятся этот крейсер. Наличие сонара и РЛС делают его ночным кошмаром для вражеских эсминцев. Балтимор – очень полезный корабль, если вы играете в отряде. Звено, состоящее из двух линкоров и Балтимора – это очень боеспособное звено. Итак, много лирики было сказано. Давайте рассмотрим этот корабль уже в топовой прокачке, но без командира, который даст ему дополнительные преимущества в ТТХ. Для этого я назначил на время обзора командира для эсминца. Его перки никак не повлияют на характеристики Балтимора. На первый модуль я установил орудия главного калибра. Часто на Балтиморе приходится маневрировать, в принципе, как и на остальных крейсерах. Поэтому в данном случае мне важна скорость поворота орудий, чтобы быстрее сводиться на вражеские корабли. Можете попробовать установить мод системы наведения. На второй модуль я установил рулевые машины, добавив себе маневренности на корабль. Как по мне, очень важная вещь для крейсеров. Для того, чтобы уклоняться от летящих по вам снарядов, да и не только. На третьем модуле стоит задуматься. Для данного крейсера тут подойдут все модули. Зависит от вашего стиля игры. Я выбрал систему маскировки, уменьшив этим заметность и повысив рассеянные снарядов, атакующего вас противника. Как по мне, очень полезная вещь. Да и маскировка позволит вам больше оставаться незамеченным. На четвертом модуле я установил систему управления огнем, повысив этим дальность стрельбы орудий главного калибра. Сделал я это для того, чтобы с дальних дистанций сжечь корабли противника. Также вы можете установить мод орудий главного калибра, сократив при этом перезарядку. Тут тоже, как говорится, на любителя. Третий мод в роли ПМК крайне бесполезен, так что мой вам совет, даже не рассматривайте его. Оснащением Балтимор явно порадует любого командира. Напрягает только отсутствие самолета. А наличие Сонара и РЛС делает вас другом всех линкоров. Ведь с помощью данного оснащения вы можете повысить живучесть ваших союзников, уничтожая вражеские эсминцы. Кто не знает, РЛС обнаруживает корабли на большом расстоянии. В данном случае это 9 километров. И неважно, будет корабль в дымах или за горой, РЛС обнаружит каждого. Поэтому эсминцы не очень любят такое оснащение у кораблей. Итак, Сонар обнаруживает торпеды на расстоянии 3 километра, а корабли 4 километра. РЛС бьет на 9 километров. Время работы 30 секунд. Перезаряжается долго, поэтому стоит использовать данный навык только в необходимых случаях. ТТХ. Боеспособность и бронирование у Балтимора самая мощная среди всех крейсеров 7 уровня. Артиллерия. Три трехствольные башни с калибром в 203 миллиметра разберут в клочья вражеские крейсера. Линкором тоже можно пробить цитадель, причем на очень достойных расстояниях. Я выбивал с 12 километров, но это не значит, что это максимальный результат. Время перезарядки 12,6 секунд. Среднее значение. Время поворота башен 26 секунд. Тут тоже не похвастаешься. Очень хороши бронебойные снаряды. ПВО, как всегда у американцев, на высшем уровне. Это самое мощное ПВО на седьмом уровне среди крейсеров. Маневренность, как для такого крейсера, вполне приятная, но не самая лучшая. Маскировка очень достойная и разделяет призовое место с японским крейсером Магами. Ну что ж, давайте теперь рассмотрим его финальные характеристики с командиром, которого я посоветовал бы вам назначить на этот крейсер. Норман Скотт. Самый лучший вариант для этого корабля. Итак, живучесть теперь составляет почти 45 тысяч. Перезарядка 12 секунд. Дальность стрельбы 18 километров. Чуть-чуть улучшилась маневренность. Время перекладки руля 6,3 секунды. Давайте теперь рассмотрим командира для данного крейсера. И это Норман Скотт. Базовый навык которого это увеличение кучности стрельбы вашего крейсера. Данный командир выжмет всю боевую мощь из вашего крейсера. Так, по моему мнению, выглядит самый подходящий сетап. Вдохновился я Уильямом Симпсом, чтобы добавить очков боеспособности. Не раз меня это спасало. Оставаясь примерно с 2000 очками боеспособности, запрятавшись за горой, я не раз наносил хороший урон по линкорам, накидывая им поджоги. На втором вдохновении у меня стоит Чарльз Мэгган, навыки которые он мне дает на ваших экранах. Вообще, в идеале, как по мне, лучше вдохновиться японцам Исороку Ямамото, который улучшит бронепробиваемость снарядов вашего крейсера, и французам Андре Ру, который увеличит урон осколочно-фугасными снарядами. Ну вот мы и рассмотрели крейсер во всех подробностях. Теперь предлагаю отправиться в бой и проверить его на деле. Мне выпала карта Осколки. Респанула меня прямо на центре карты, не самый лучший респ. Чуть осмотревшись, я принял решение взять курс направо, но с первого раза мне не позволило сделать это скала. Сделав залп по Алабаме, я наконец вышел на оперативное пространство, где в моем поле зрения оказались сразу два крейсера. Это Нью Орлеан и Алжерия, или как там ее правильно? Вообще, я ее называю Аллергия. Поразмыслив, по кому же первому мне нанести залп, я выбрал Орлеан, который выворачивал на меня бортом, и тот сразу же получил ощутимый урон. Тут и Аллергия, вдохновившись залпом по Нью Орлеану, подставила мне борт и говорит, а мне так сделай же. И я с удовольствием принял ее условия. Но нанести такой же урон, как по Орлеану, мне не удалось. Сдалека по мне пристреливалась Алабама, но все не могла попасть. Упоровшись в скалу, я сделал выстрел по Аллергии, и опять Цитадель. Как я и говорил, ББшке у Балтимора страшная вещь. Дальше я решил не стрелять, дабы уйти в инвиз, чтобы Аллабама все-таки не попала в меня. И как видите, маскировка очень полезная вещь. На расстоянии 12 километров я спокойно находился в тени и сопровождал свою цель. Увидев, что Аллабама отвернула свои орудия, я решил немного ее поджечь. На горизонте появился немец Хиппер, который очень сладко шел бортом, и я решил переключиться на него. Первый выстрел, и опять Цитадель. Дальше я чуть смазал. Аллабама, которая прикрывала эти крейсера, не дала мне нормально добить Хиппер. И мне пришлось, давая назад, вести перестрелку с немцем. Я умудрился промахнуться по Орлеану, а Фракта был рядом. И в итоге, Хиппер дождался своего времени, и я успешно расправился с ним. На моем фланге осталась одна страдающая Аллабама, которую я начал успешно добивать вместе с союзными кораблями. Аллабама ушла на дно, и я отправился на левый фланг, где нас ожидали эсминец, крейсер и линкор. Увидев, что я в засвете, я понял, что где-то рядом эсминец. И вот вам, ребята, РЛС в студию. Как же Кагера не ожидал такого? Потопить его не удалось, но я явно сорвал его планы. Тут еще и Бисмарк поджимал меня. Мне пришлось отстреливаться и маневрировать. Кагера не забыл меня, и решил отомстить мне, пустив в меня торпеды. И если бы не активированный сонар и моя маневренность, то я бы ушел на дно. Но мне удалось избежать этого. В прицеле появился Бисмарк, и я решил добить его ББшками. И на закуску остался один Магами, который хотел потопить меня торпедами. Но, увы, ничего у него не вышло. И в итоге я тоже отправил его на дно. И вот какая неожиданность, как Гера скрывался за Магами и решил уйти в дымы. Но моя РЛС вновь принесла ему боль и страдания, с которыми он также ушел на дно. Подводя итоги, Балтимор – очень мощный и боеспособный крейсер. Точные и убойные орудия главного калибра с легкостью выбивают цитадели у крейсеров и даже у линкоров. Наличие РЛС и сонара позволят вам обнаружить вражеские эсминцы и с легкостью их уничтожить. Так что любителям доминировать этот крейсер зайдет на ура. Если вам понравился мой обзор, отблагодарите меня Лукасом и подпиской. Также не забывайте подписаться на нашу группу ВКонтакте, которая находится в описании под видео, где вы с легкостью найдете все самые свежие новости о игре, а также других командиров для создания отрядов. А если у вас возникнут какие-то вопросы по игре, вы можете написать нашему сообществу, администраторы которого с радостью ответят на ваши вопросы. На связи был канал Battleship. Всем удачных морских сражений, командиры!